Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Рони Диаса ФК24. Вам ребята огромное спасибо за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. Поддержите этот ролик своим лайком, давайте наберем больше тысяч лайков, я думаю для вас это не проблема. Да и Рони Диас в последнее время показывает весьма неплохую игру. Сегодня у нас серия стартует матчем против Мюнхенской Баварии, это встреча двух лидеров турнирной таблицы, мы всего лишь на одну очко отстаем от Баварии. Как мы видим они чуть больше нас забили, но при этом чуть больше и пропустили. У них на одну ничью больше, мы к сожалению один раз оступились и проиграли, ну а сейчас будет битва двух лидеров и посмотрим кто же окажется сильнее уже на футбольном поле. Также сегодня у нас матчи за сборную, матч в Лиге Чемпионов, вообще посмотрим что у нас будет, давайте ребята начинать. Вы усаживайтесь поудобней, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, ну а также не забывайте залетать в наш телеграм по ссылке в закрепленном комментарии. Там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований, все будет под рукой. Также в закрепе ссылка на мой второй канал с прохождениями, в него название Фандом Лига и там у нас прохождение сюжетных игр. Всем, ребята, буду рад, ну а мы отправляемся на первую игру. У нас в прошлой серии, к сожалению, Ронни Диас получил небольшое повреждение, но слава богу, все обошлось, всего лишь полторы недели восстановления и он снова в строю. Ну и как мы видим, это Кьеза, он сейчас в Баварии, нам нужно не проиграть в этом матче, достигнуть командного владения мячом минимум 55% и получить высокую оценку. Вот это будет уже весьма интересно. Ну и с центра поля эту встречу начинают футболисты Дортмунда. Поехали. Хорошая передача на Диаса. Он пытался сразу на Адееме сыграть, но тот немножко подзавяз с мячом и в итоге потери. И сразу же Бавария быстро в одно касание, Мусияла и Сане разыграли, но тут же здорово встречает уже и соперника. А вот тут офсайт. Рановато мы забежали, но нужно, нужно, чтобы оборона соперников Сила всегда была в напряжении, поэтому, ребята, будем действовать активно. Рони Диас. Передача, здорово. Не ожидал я этот пас от Фикира, но нужно быть готовым. Фикир всегда любит обострять, поэтому нужно всегда держать во внимании тот факт, что он может сделать такую вот резкую передачу. Харри Кейн. Его тоже встретили. Здорово. Выдает на Мендеса сейчас передачу. Тот по флангу залетает в штрафную. Не этот дает Кьези. Розыгрыш через Харри Кейна. А Кейн чуть-чуть запоздал. И там Мазрауи здорово действует. Это угловой. 19 минут уже позади. Пока не было опасных моментов, обе команды не позволяют в обороне что-либо создать. Вот сейчас Рони Диас и не смог обыграть соперника. Лерой Сане. Лаймер. Федерико Кьеза. Бавария тоже не торопится. Они не хотят ошибаться. Они пытаются сыграть до верного. И вот сейчас Лерой Сане бьет по воротам. Здорово действует. Кобель. Еще один момент. И снова Кобель. Диас пытается сейчас пройти соперника. Хорошая передача на Малина. В центр прошло Адгеми. А если бы отдать в центр, там Эмрэджан, по-моему, был совершенно один. Мусиала. Один против двух. Его снова встречают. Рони Диас. Передача дальше на Фикира. Адгеми. Откидывает мяч на Рони Диас. Адгеми выскакивает на ворота соперника. Удар есть. И гол тоже. Вот и Рони Диас. 44-я минута. Очень классно откинул мяч Адгеми. В надежде как раз таки на хорошую скорость, которую мы набрали. И здесь мы просто успели заскочить в коридорчик. Ну а дальше оставалось только лишь переиграть голкипера Баварии. Это 12-й гол в 10 играх Рони Диаса. Это очень хорошее, ребята, для нас сейчас положение. Мы на перерыв практически уходим, ведя в счете. При том, что Бавария большую часть времени этого матча доминировала. Заблокировали. Ну и надо просто играть на вынос. Хорошо. Сейчас в перерыве я увидел, что у Баварии еще есть Шпринер, Аярзабаль. Они неплохо усилились. Трансферное окно. Но пока что они нам уступают 1-0. Тяжело, конечно, набирать владение мячом, когда ты играешь с Баварией. Это Рони Диас. Его удар по воротам. И в игру вступает голкипер. Предъявляет он обороне, почему они дают бить. Но ты попробуй не дай пробить Рони Диасу. Пошла подача. Момент, удар. Хорошая передача. Какой розыгрыш Адееми. Диас, ребята, и здесь вратарь был не готов. Это 2-0. Дубль Рони Диаса. Но снова, как было разыграно. Вот этот аккуратный черпачок и скидка Фекира дальше на Адееми. Это был просто... Великолепный мув. Ну а тут просто уже, мне кажется, голкипер не ожидал, что все-таки дело дойдет до удара. Тем более, вот так вот смыкались ноги защитников в Баварии. А Рони Диас все равно смог пробить. Это его дубль. У нас остается 20 минут, а Бавария выглядит очень потерянной на футбольном поле. Федерико Кьеза сейчас крутится, вертится, но все перекрыто. И в итоге только передача назад. Ну вот теперь снова Кьеза. Есть свободная зона. Он делает хорошую передачу пяткой на Лаймера. Лаймер на правом фланге. Паст в центр. Харикейн. Его удар блокируют. Ну а здесь уже Фекир отрабатывает. Ну и Бавария снова забрала мяч под контроль. Но сейчас это не важно. Мы ведем со счетом 2-0. Время тает на глазах. И Баварии нужно что-то придумывать, а не нашей команде. Горецкая и Гнабри появляются у Баварии. Это Гнабрия один против двух. Рядом Горецкая. Это как раз-таки два свеженьких игрока. Вышли. Горецкая протаскивает сейчас мяч по флангу. Пошла подача Харикейн. Такое чувство, что он пытался скинуть на дальнюю штангу, а не пробить. И в итоге звучит финальный свисток. Мы, ребята, побеждаем со счетом 2-0. И выходим на чистое первое место в турнирной таблице. Статистика на ваших экранах. 6-5 по ударам в пользу нашей команды. У Баварии, конечно, владение мячом побольше. Побольше передач. Ну, а мы, ребята, смогли реализовать моменты. У нас сейчас снова матчи за сборную. Но я думаю, сыграем только лишь один матч против сборной Нидерланды. Второй быстренько просимулируем. Ну, и нам нужно забивать, ребята, за Барусию дальний удар. Если мы хотим продлить контракт. Да и для других команд, которые нас рассматривают. Ну, я не беру. Сейчас Астон Виллу, а там, например, Ливерпуль, Барселона. Для них тоже нужно наносить дальние удары. Вот состав сборной на эту игру. Сегодня мы выходим с Ляо и Тринкао в нападение. Ну, и поехали. В сборной. В последних матчах мы себя тоже неплохо показали. В последней игре так вообще оформили первый покер в карьере. И покер за сборную. Смотрим на задачи. Сделать две передачи на половине поля соперника. Два удара по воротам. И также оценка не ниже 7,5. Но нам нужно нанести два удара для одиночки. Оценка и передач сейчас не так важны. Ну, и со сборной Нидерландов поиграть приятно. Хороший состав. Мы с ними, по-моему, если мне память не изменяет, уже встречались. Они сразу активно идут в атаку. Пошла первая подача в штрафную. Отбились наши защитники. Ну, а здесь нарушение правил. Гакпо просочился в штрафную. Хорошая скидка под удар. Удар есть в дальний. Но галкипер тащит. Несильным удар получился. Более таким обводящим хотел его исполнить. Футболист сборной Нидерландов. Здесь хороший выход нашего вратаря. Забросик на Диаса. Диаса 1 в 1. Сейчас может попробовать обыграть. Диас. Передача в центр. Удар по воротам есть. Но он очень неточный. Мне кажется, можно было бы сыграть и через Ляу. Сборная Нидерландов здорово растягивает нашу оборону. С фланга на фланг переводит. Сейчас Мэмфис Дэпай делает скидку в центр. Ну и здесь справились наши защитники. Но предпочли вот так вот на отбой сыграть. Пока у нас не получается выйти из обороны в атаку. В основном, если мы отбиваемся, то просто куда-то не глядя. Ронни Диас. Ляу. Снова передача на Диаса. И можно в центр сыграть. И дальше нужно катить. И пенальти, кажется. Рисует арбитр пенальти на 39-й минуте. Негодуют здесь, конечно, футболисты сборной Нидерландов. Но посмотрим, что там было. Ну, пригибался игрок Нидерландов. И мяч, так получилось, выскочил прямо ему в руку. Ну что, попробуем сильно в 9. Диас берет разбег. Бьет поворотом. А голкипер сборной Нидерландов угадывает угол. Концовка первого тайма. И угловой в исполнении сборной Нидерландов. Пошла подача. Там же Ляу вынужден просто вот так вот на вынос играть. И первый тайм завершен пока 0-0. При всем том владении мячом, которое есть у сборной Нидерландов, мы впереди по ударам 2-1. Но у нас-то был пенальти, который мы, к сожалению, не реализовали. Но это не так страшно. А вот здесь хорошая передача. Диас. И 1-0. Стоило найти один момент, друзья. Нейроний Диас сразу же открывает счет. Не получилось забить с пенальти. Получается забить сейчас с игры. Ну и здесь, конечно, шикарный пас через центр. Мне кажется, вот этого в первом тайме нам не хватало. Ну и Диас. Здорово открылся. Никакого офсайда. 50-я минута и 1-0. Не успели войти во второй тайм. Футболисты сборной Нидерландов как-то они оставили центр поля. Вот в первом тайме у них прям была плотность. Там особо таких передач не найти было. А вот сейчас пас на Ляу. Ляу набирает скорость в виде забегания. Ронни Ди. И тот делает пас дальше. Хороший розыгрыш. Тринкао, ребята, и 2-0. Ну вот и Тринкао наконец-таки попадает по воротам. Здесь у нас уже проходит атака с фланга на фланг. Задействовали всех игроков нападения. Ну и в итоге Тринкао забивает гол в дальний. Это 2-0. Вполне себе комфортно. И начинаются сразу же замены. Та плотность, которая была в первом тайме, она куда-то исчезла. Может быть, какое-то перестроение пошло у главного тренера. Может, он сказал, что нужно играть гораздо активнее в атаке. Не за счет этого оборона как-то немножко развалилась. Но сейчас у них атака есть. Подача. И вот уже пенальти в наши ворота. Разбег. Удар. Мяч залетает в сетку. Наш голкипер даже не прыгнул. Это 2-1. Нидерланды один гол отыгрывают. У нас остается 12 минут до конца. Сборная Нидерландов снова забрала мяч под контроль. А вот здесь потеря. Диас. Красиво. Опасный момент. Удар поворотом. Штанга. Ляо. Здорово. Ляо одним движением уходит. И вот здесь пас на Диаса чуть-чуть не получился. Я честно думал, что Ляо уже в штрафную рванет. Уж очень здорово. Он обыграл соперника. Мяч прокинул. И я думал, что будет делать рывок. Но в итоге, ребята, победа 2-1. Неплохо смотрелась наша команда. Где-то выстояли. Где-то повезло. Ну и смогли реализовать пару моментов, которые принесли нам победу. Сейчас у нас игра против сборной Ганы. И ее, как я и сказал, ребята, мы быстренько просимулируем. Посмотрим, как игра завершилась. Победа 2-1. Здесь Тиагу Джало и Доминго забили по голу. Как вы видите, уже Бавария в двух очках отстает от нас. РБ Лейпциг 8 очков. И пока две лидирующие команды есть в турнирной таблице. У нас сейчас игра против Аугсбурга. Они идут в первой десятке. Ну и нам нужно постараться сегодня и за пределы штрафной забить. Соперник, я думаю, позволит это сделать. Нужно приложить максимум усилий. Также спрашивали в комментариях, сколько Диасу лет. Ну и сейчас, ребята, 21 год. Ну и поехали. Играем дома. А после этого матча у нас Лига Чемпионов. И там встреча с Арсеналом. У нас первая игра с ними в группе получилась очень бодрой. Поэтому я надеюсь, что и вторая получится не менее зрелищной. Нужно забить два гола. Сделать две передачи. И также оценка не ниже девяти. Ну вот сегодня тренер нам задает планочку в два мяча. Ронни Диас. И вот он первый удар по воротам. И первый гол. Вот это красиво. Это четвертая минута. Это Ронни Диас. И он уже ловит голкипера, который, мне кажется, в начале встречи не был готов к такому удару. Чуть-чуть. Привлизился к штрафной Ронни Диас. И бахнул плотненько в дальний угол. Мяч даже никуда не закручивался. Он просто сильно полетел в дальний угол. Четырнадцатый гол. Четвертая минута. И это, ребята, 1-0. Ронни Диас. И еще один пушечный удар. Но на сей раз соперник принимает его на себя. Здесь хотел я прям... С отката партнера резко пробить. Ну и как я и говорил. Аусбург сейчас потихонечку дает вот эти зоны. Они начинают торопиться, поскольку пропустили быстрый мяч. А нам нужно просто стараться их наказывать. Подача в штрафную. Все спокойно. Ронни Диас. Адеми. Откидывает Малину. Но тот немного не поспевает к мячу. Хотя момент был неплохой. Примерно так же мы Баварии забили. Когда Адеми нам так же откинул. Но там зона посвободнее была. И мы, ворвавшись, просто смогли добежать до ворот. Адеми надо забить. Вот и второй гол. 29-я минута. Здесь чуть-чуть повезло на фланге. Там Диас сначала мяч потерял. Потом же включившись. Его смог выцарапать в ногах соперника. Атака продолжилась. Ну и дальше Адеми. Не растерялся и бахнул. Как следует под перекладину. Снова ноль шансов у вратаря. Это 2-0 уже к середине первого тайма. Даже уже побольше, чем середина-то. А сейчас момент. Удар. И вот тут нам повезло. Мяч от штанги пролетает вдоль ворот. Передачу и оценку мы с вами выполнили. Нужно забить еще один гол. Ну если получится, то забьем и за пределом штрафной. Если нет, то хотя бы просто. Но Аугсбург нацелен. Нацелен на наши ворота хотя бы забить один. У них был очень классный момент в первом тайме. Но удача оказалась на нашей стороне. Мяч выскочил. Выскочил. Диас. Хороший пас на Малена. Мален набирает скорость. Но здесь-то офсайд был. Нужно было чуть быстрее все делать. Или что, не было офсайда? Мне на секунду показалось, что он был. И что боковой уже собирался взмахнуть флажком. Но нет. И офсайда нет. Жаль, конечно, гол не из-за пределов штрафной. Я уже просто на удачу бахнул. Но Диас попадает. Это 3-0. Ну и кажется, я теперь понимаю, откуда Бавария набрала столько мячей. Рони Диас как отстоячего уходит от игрока Аугсбурга. Выкатывает под удар. И здесь Эмраджан не забивает. Но все было сделано. Мусан. Залетает в нашу штрафную. И дойдет ли дело до удара. Он делает скидку на Азмуна. И Азмун один гол отыгрывает. 74-я минута. Но это тоже было, ребята, красиво. Я вот не знаю почему, но в Фи-Фи Азмун мне напоминает почему-то какого-то Аладина. У нас идут последние минуты этого матча. У нас угловой Диас сейчас борется с Азмуном. Диас! Не попадает по мячу. Ну и смотрим, сколько добавит главный арбитр сейчас к окончанию этой встречи. Я не думаю, что много. Одну минутку. Всего лишь одну минутку, которая уже истекла. И все. Победа есть. Три очка в копилке. И отправляемся в Лигу Чемпионов. А в последнем туре, помимо нашей победы, еще случилась и ничья у Баварии. Она сыграла 1-1 с Униан Берлина. Это значит, что мы еще дальше отрываемся от нее в чемпионате. У нас 8 очков после 4-х туров у Арсенала 7, у Лацио 6. И борьба, я думаю, будет идти до последнего тура. Кто же сможет все-таки выйти в следующий этап Лиги Чемпионов? А кто вылетит в Лигу Европы? Нам нужно забить еще 2 гола из-за пределов штрафной. Ну а сейчас смотрим. Вот наш состав на эту игру. Все в прекрасной форме. Ребята, поехали. Мы принимаем Арсенал у себя дома. На выезде, если мне память не изменяет, мы сыграли 2-2. Там была настоящая бойня. Смотрим на задачи. Для Рони Ди. Нужно сделать 2 передачи на половине поля соперника. 60% в соотношении голов к ударам. И получить оценку не ниже 8,5. Длинный заброс мяча на Мартинелли. Нет никакого оффсайда. Он совершенно один на фланге, но успевает его встретить наш крайний защитник. Арсенал очень здорово. Быстро распоряжается мячом. 12-я минута. Разыгрывают они сейчас угловой удар. Мартинелли. Передача в центр штрафной. Сака. Тут даже Рони Диас пришел помочь. Теперь уже правым флангом Арсенал атакует. Сака убирает оппонента. Передача в центр. Удар. И Кобель. Он спасает после удара Жоржиньо. Но Арсенал, как и в первом матче, начинает немножко доминировать на поле. Создает больше моментов. Пенальти. Там, кажется, вообще кто-то руками сыграл по этому мячу. Показывают нам салибу. И главный орбитер указывает на 11-метровую отметку. Ну, вот снова повторы. В FIFA это просто тоже отдельное искусство. Я бы так сказал. Сака. Разбег. Удар. Переигрывает Кобеля. Несильным получился удар. Если бы Кобель угадал, то, возможно, и смог бы спасти. Но атак Арсенал, как и в первой встрече, выходит вперед. Сака реализует пенальти. Здорово, Рони Диас. Хорошая передача Адееми. Можно ответный пас сделать. Долго-долго Адееми тут, конечно, с мячом возился. Но вот здесь я хотел нафиги рассыграть. И передача не получилась. Перевод налево. Снова Мартинелли. И Арсенал ищет зоны. Альфонсо Дэвис. Прорывается сейчас по флангу. Дэвис. Передача на Мартинелли. Все одним движением убирают наших защитников. Но вот здесь получилось немножко. Диас. Вот это классно. Тоже одним движением убрал футболиста Арсенала. Диас набирает сейчас скорость. Ну а дальше просто проскользил он. По мокрому газону. И, к сожалению, атака закончилась ничем. Но зато здесь Диас. Здоров вступает в борьбу. И уже партнеры Диаса мяч теряют. Сегодня много ошибок совершают наши игроки. Как Диас, так и его партнеры. Мартин Эдегор залетел в штрафную. Скидка под удар. Удар есть и 2-0. Это Габи Жезус. Вот так вот концовочка первого тайма для нас заканчивается. Арсенал забивает 2. А у нас особо-то опасных моментов не было. И главное, посмотрите. Просто остановился наш седьмой номер. Вот кто мне постоянно говорит, что как-то защита соперника играет странно. Вы просто видели, как седьмой номер нашей команды отпустил Жезуса. И пошел обратно. Я имею ввиду Комара. Он дал ему заскочить в штрафную. И просто тот остался один. У нас начинаются вторые 45 минут. Посмотрим, сможет ли наша команда как-то перевернуть ход встречи. Если получится забить один, там может наковыряем где-то и второй. Альфонсо Дэвис. Пробивает по воротам. Несильным получился удар. Кобель справился. Хорошая передача АДМи. Диас. Один гол есть. Один гол, ребята, есть. Я боялся, что АДМи был в офсайде, когда Фекир делал на него передачу. Но здорово разыграли. Хорошая, быстрая атака. И здесь тоненький пас. Ну и Дэвис от души вложился. Это ребята 2-1. Я вот честно не помню, как складывались события в первом матче. Помню, по-моему, ничья 2-2 была. Ну вот не помню, мы тоже 2 сначала пропустили. Или там все-таки были обмены голами. Ну а сейчас АКА несется уже к нашим воротам. Мартин Эдегор, штанга. И снова удар от Рони Диаса. Но здесь головой тяжеловато было пробивать. Нас перестраивают на левого форварда сейчас. А вот сейчас Рони Ди. Это твой шанс, Диас. Он набирает скорость. Заскакивает штрафную. Диас. Удар по воротам. 2-2, ребята. Рони Ди возвращает Дортмунд в эту игру. Ну вот и мы получаем такие моменты. Но это еще не конец. Это 75-я минута, ребята. Это 2-2. Ликуют трибуны, потому что всегда приятнее, когда команда уступает. Переломить ход встречи здесь пытались. Пытались Диаса накрыть, но не вышло. Альфонсо Дэвис опасно. Удар есть по воротам. И Кобель вытаскивает. Будет угловой за минуту добавленную. Сейчас главное не пропустить. Я уже согласен на ничью. Лукас Васкис вышел. Пошла подача. Рони Ди. Ну и все. Арбитр не даст атаку провести. Это, ребята, 2-2. Как и в первом матче, игра получилась очень жаркая. Я надеюсь, выпуск в целом вам понравился. Поддержите обязательно его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Залетайте в телегу и на второй канал с прохождениями. Ну а с вами был Локи. Еще увидимся. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok